Вор в законе Вячеслав Иваньков при жизни считался патриархом русской мафии, способный решить любой конфликт между ОПГ. Свой авторитет япончик заслужил за новые схемы мошенничества и грабежа, которыми охотно пользовался со своими бандами. Последний свой конфликт япончик решил на воровской сходке в 2009 году, там он выступил за ослана Усаяна, больше известного как Дед Хасан. Суть спора была в переделе легального и не очень бизнеса между преступными группировками. Несмотря на верность и преданность Хасану, в сети выступили с громкой версией, что именно Усаян стоял за убийством Иванькова. Притом версия не безосновательная. Япончик прославился в 90-х, когда, по неофициальной информации, был выпущен на свободу приказом Бориса Ельцина, что наладить отношения с чеченскими ОПГ, а по сути стравить одни с другими. Славянские ОПГ одержали верх в криминальной войне, но это стало звоночком для главы грузинской мафии Аслана Усаяна. Во-первых, Дед мог опасаться, что Вячеслав Иваньков вновь организует собственную славянскую ОПГ и выступит по отношению к остальным с предложением, от которого нельзя отказаться. То есть, вновь развяжет войну, в США он собрал 250 человек и возглавил на Западе русскую мафию. Во-вторых, криминальный конфликт между ворами в законе Хасаном и Торону ждался в катализаторе, а именно в жертве которой мог стать преданный бандит. В-третьих, как писали западные СМИ, япончика подозревали в связи со спецслужбами, даже прозвали как-то вор в погонах. Якобы он был завербован для неофициального контроля над преступными группировками, однако после стал не нужен. Не исключено, что эти слухи дошли и до Усаяна. Все эти три факта составляют собой ту самую новую версию, согласно которой Хасан позволил якобы спецслужбам убить своего товарища. Однако никаких серьезных доказательств приведено не было и теория отправилась в конспирологическую копилочку.